Добрый день. Приветствую всех, кто слушает меня сегодня на ДАУ-ТВ. Прежде всего, студентов второго курса специальности зоотехнии и всех тех, которые пожелали послушать мою лекцию. Сегодня я прочитаю лекцию на тему возбудителей сибирской язвы, туберкулеза и бруцеллеза. И, ребята, здесь перечислена литература, которой вы можете пользоваться в стадии подготовки к экзаменам, подготовки к ответам. Мы прочитаем лекцию, пройдем лекцию по плану. Значит, патогены и бацеллы, микобактерии и бруцеллы, морфология и тинкториальные свойства микробов, культивирование биохимических свойств, устойчивость микробов во внешней среде, патогенность и антигенная структура, диагностика и биологические препараты. Значит, первый – это возбудитель сибирской язвы. Ребята, сибирская язва – это опасное заболевание, зооантропонозное заболевание. Значит, и введена МЭП в группу особо опасных инфекционных заболеваний. Сибирская язва – это инфекционное заболевание, которое характеризуется септицемией, лихорадкой, поражением кожи, то есть образованием в различных областях тела, карбункул. Также это заболевание может протекать в легочной форме и в кишечной форме. Заболевание характеризуется в кожной форме, летально составляет где-то 10-20%, не больше. Литальность составляет 50%, в легочной форме летальность высокая достаточно, составляет примерно 90-95%. И чаще всего сибирская язва происходит в кожной форме, то есть характеризуется образованием характерных сибироязвенных карбункулов. Так, следует сказать, что болезнью болеют все виды сельскохозяйственных животных. Потом платоядные животные, свиньи, человек тоже заражается этой болезнью. Из лабораторных животных белые мыши, крысы, морские свинки, кролики также подвержены этой болезни. В естественных условиях сибирской язвой не болеют, не заражаются птицы. Но экспериментально можно заразить птиц сибирской язвой. Теперь, заболевание, несмотря на то, что ежегодно проводятся профилактические мероприятия, общие и специальные ветеринарные мероприятия для ликвидации этой болезни. Болезнь эта встречается повсеместно, ежегодно вернее. И регистрируется в настоящее время почти в 100 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения Международного эпизодического бюро, каждый год во всех странах мира регистрируется от 5 до 6 тысяч вспышек сибирской язвы. Погибает более миллиона животных и болит более 20 тысяч человек. И в настоящее время наиболее часто сибирская язва встречается в Азии, в странах Азии, Африки и Америки. На первом месте по сибирской язве, по неблагополучию, стоит Турция, Индия, затем Иран, Ирак и так далее. И ежегодно в настоящее время регистрируется от 2 тысяч до 20 тысяч вспышек сибирской язвы. Сибирская язва, ребята, известна с древнейших времен. Она называлась раньше священный огонь, персидский огонь. И упоминания об этой болезни встречались еще в трудах античных и восточных писателей и ученых. Подробно клиника этой болезни была описана французским ученым Мараном в 1766 году. И в дореволюционной России заболевание было подробно изучено русским ученым Андреевским на Сибири и на Урале. И поэтому заболевание называется сибирская язва. На азербайджанском языке болезнь называется кара-яра и на латинском языке антрокс. Почему? Потому что при сибирской язве кровь плохо свертывается, она становится темной, плохо становится она дегтеобразной очень и напоминает по цвету уголь. Слово антрокс означает уголь. Поэтому называется с латинского антрокс, а на азербайджанском языке кара-яра. Теперь заболевание. Возбудитель сибирской язвы относится к семейству бациллация, к отряду Eobacterialis, то есть истинной бактерии, к семейству бациллация, род Bacillus. Называется возбудитель Bacillus anthracis. И впервые микроскопический микроб был выделен, обнаружен в 1849 году немецким врачом Полендером. В 1850 году французские исследователи Давен и Рае также выделили этот микроб, изучили его морфологические тенториальные особенности. И в 1857 году российский ученый немецкого происхождения Брауэлл также выделил этот микроорганизм. Впоследствии микроб был в чистой культуре получен Робертом Кохом, извиняюсь, в последствии Луи Пастером. И в настоящее время морфологические тенториальные особенности микроба, биологические особенности возбудителя изучены достаточно хорошо. И у Луи Пастером впервые была приготовлена вакцина против сибирской язвы. В России Цинковский приготовил первый и второй вариант сибириазвенной вакцины, который использовал в течение 70 лет. Значит, возбудитель. Ребята, обычно мы изучаем, мы с вами сегодня начинаем частную микробиологию, и мы изучаем по плану, который я перечислила. То есть на первом месте, первый этап – это морфологические тенториальные особенности этого микроба. Как я уже говорила, микроб Бацилюс антрацис относится к семейству Бациллаце, роду Бацилюс. Морфологические свойства микроба. Микроб является крупной палочкой, граммоположительной палочкой, длина ее составляет до 10 микрометров. Это один из самых крупных патогенных микроорганизмов, являющихся возбудителем инфекционной болезни. В молодых и в старых культурах могут встречаться, тем не менее, граммоотрицательные формы этого микроба. Микроорганизм, ребята, образует спору, капсулу, не является подвижным. И обычно в культурах и в мазках из-под материала встречаются три формы этого микроба. Вегетативная форма, споровая форма и капсульная форма. Обычно спору микроорганизм образует в неблагоприятных условиях окружающей среды. В невскрытом трупе спор микроб не образует. И обычно в одной вегетативной клетке образуется всего одна эндоспора. Микроб расположен чаще всего центрально, но реже может располагаться также субтерминально. И следует сказать, что ниже температура 12 градусов, выше 42 градусов микроб не спорулирует. То есть имеются определенные температурные границы, температурные ограничения для спор образования бацилюс антрацис. И в невскрытом трупе, как я уже говорила, в крови, в сыворотке животных микроб спору не образует. И здесь приведена маркология микроба под ремнисцентным микроскопом. Обычно в образцах от больных животных и людей микроб располагается, может располагаться одиночно. Чаще всего располагается попарно или в виде коротких цепочек, окруженных общей капсулой, капсульной оболочкой. И в такой форме, в мазках из внутренних органов, потом в лабораторных условиях, на искусственных питательных средах, содержанием нативного белка, то есть кровяной сыворотки и так далее, микроб образует феномен бамбуковой трости. То есть расположены в виде стрептобацилы. Бацилы расположены в виде коротких или длинных цепочек, окруженных общей капсулой. И концы микроба, значит, бактериальные клетки, они чуть-чуть закруглены. А с той стороны, которые прилегают они друг к другу, эти микробы, значит, обычно бывают вогнуты к центру. Это напоминает бамбуковую трость, и поэтому этот феномен называется феномен бамбуковой трости. То есть вот концы, прилегающие к концу микробов, они обычно вогнутые и окружены общей капсульной оболочкой. Этот феномен, ребята, называется феномен бамбуковой трости. В средах с добавлением антибиотика пенициллина микроб образует феномен жемчужного ожерелья. То есть пенициллин задерживает, нарушает, вернее, синтез пептида гликана в клеточной стенке этих бактерий. И из палочковидных эти микробы превращаются в L-формы, в сферопласта. И, значит, протопласта, вернее, и расположены они друг за дружкой в виде, значит, жемчужного ожерелья. И этот тест, я сейчас диагностику, как я буду рассказывать, используется для дифференциации микроорганизмов от похожих на них сапрофитных микробов. Микроб, как я уже говорила, является грамм положительным и во внешней среде образует спору. Микроорганизм является неподвижным, то есть жгутками этот микроб не обладает. По грамм, как я уже говорила, окрашивается грамм положительно, то есть в мазках, приготовленных из патматериала и из лабораторных культур, бульонных или агаровых культур, имеет вот такой вид под микроскопом. Так, и капсулы, значит, бацилюс антрацис в мазках, приготовленных из внутренних органов, феномен бамбуковой трости, как я уже об этом вам рассказывала. И споры. Для выявления, ребята, спор и капсул применяются особые методы, методы окраски, вернее. Для микроскопии вегетативных форм применяется метод грамма, окраска по методу грамма. Для выявления споровых форм применяется окраска по методу АОЭСКИ или АЖЭШКИ. Мы с вами это на лабораторных занятиях прошли. А для выявления капсульной формы микробов обычно применяется метод Михина, метод Романовского Гимза, метод Ольта и другие лабораторные методы окраски. И здесь простым и сложным методом по АЖЭШКИ хорошо видны на неокрашенном фоне вегетативные клетки, хорошо видны расположенные центрально, значит, споры этого микроба. И на этом слайде приведена она оригинальная фотография, которую сделал Роберт Кох под микроскопом. То есть черно-белые старые фотографии, оригинальные фотографии. Культуральные свойства микроорганизмов. Значит, микроорганизм является неприхотливым к питательным средам. По типу питания. Батилюс антротис является факультативным анаэробом. То есть он одинаково хорошо культивируется, растет и размножается в присутствии кислорода, так и при полном отсутствии молекулярного кислорода. То есть по типу дыхания микроорганизм является факультативным анаэробом. Оптимальная температура культивирования составляет 37-38 градусов. ПХ 7,2-7,6. То есть слабо-щелочная среда. Но если даже ПХ снизится до 6,8 или поднимется до 8,6, это не задерживает рост микроорганизма. Как я уже говорила, Батилюс антротис является неприхотливым, нетребовательным к питательным средам. И хорошо растет на обычных или универсальных питательных средах. То есть на мясопептонном бульоне, мясопептонном агаре. На мясопептонном бульоне через сутки микроб образует осадок в виде белой ваты. И со временем этот осадок оседает, при встряхивании пробирки, осадок разбивается на белые, более мелкие хлопья, не увеличивая мутность среды. То есть надосадочная жидкость, Бат, полностью прозрачная. На мясопептонном агаре, то есть на плотных питательных средах, микроорганизм образует С, М и Р колонии. Характерной культуральной особенностью этого микроорганизма, ребята, является Р колония на питательных средах. И здесь рост на специальной питательной среде на агаре Хаттингера указана. Значит, фосфатазная активность этого микроба, проба с бактериофагом и так далее. Сейчас мы к этому вернемся. Вирулентные формы, как я уже говорила, на мясопептонном агаре, ребята, образуют Р формы колонии. Это серовато-белые серебристые колонии, похожие на снежинку. И обычно за пределы колонии, ребята, выходят структуры, тяжи в виде параллельно расположенных волос. Это напоминает львиную гриву или по сходству с характерной головой мифического существа медузы Гаргона напоминает голову медузы. Поэтому вот эта характерная колония, Р-колония на мясопептонном агаре называется колония головы медузы Гаргоны. Вот как здесь, вот видите, шероховатая Р-колония и образует выходящие за пределы колонии волокнистые тяжи. На мясопептонной желатине микроорганизм образует характерный рост. Значит, здесь указан рост мясопептонном бульоне, как я уже говорила, характерный ваткообразный, хлопкообразный осадок. Рост на мясопептонном агаре, это S, значит, маловирулентные формы, бацилюс антрацис. И на мясопептонной желатине микроб характерно растет по, значит, уколу. То есть, вот как видите, в желатиновой среде образуется вот такой тяж, вертикальный тяж, и перпендикулярно отходят от нее отростки. Эти отростки, ребята, наиболее интенсивные, то есть длинные у поверхности среды. А по мере того, как среда, значит, рост происходит в глубину желатина, эти отростки, они уменьшаются. И поэтому вот такой характерный рост напоминает елочку, растущую вниз головой. То есть, допустим, вот эта проверка растет в виде вертикального тяжа, и перпендикулярно отсюда отходят вот такие тяжи. И по мере углубления, эти тяжи, они укорачиваются, и то есть напоминают, что елочку, опущенную вниз головой. Происходит этот характерный рост, ребята, из-за того, что на поверхности среды кислорода больше и рост интенсивный. А по мере углубления на глубине мясопептонной желатины кислорода становится меньше, и рост поэтому менее интенсивный. И здесь вот так же указана R-колония. Здесь рост на мясопептонной желатине и рост, извиняюсь, на мясопептонном бульоне и мясопептонной желатине. Характерная R-колония – львиная грива или голова медузы горгоны, значит, бацилюс антрацис. Здесь также, значит, рост. Вот видите, здесь очень хорошо указано рост на мясопептонной желатине этого микроорганизма. И впоследствии из-за того, что этот микроб обладает протеолитическими ферментами, ребята, то есть что делает? Разлагает белки, белки желатины. Постепенно образуется воронка. То есть желатина, она, значит, размягчается в виде воронки. Так, по биохимическим свойствам микроб является довольно активным, то есть он ферментирует с образованием кислоты без газа, глюкозу, сахарозу, мальтозу, тригалозу, образует сероводород, свертывает молоко, свертывает и пептонизирует молоко. Антигенная структура микроба. Ребята, мы сказали, что микроб образует капсулу. Капсула обычно образуется в зараженном организме, то есть это фактор патогенности микроба с антифагоцитарной активностью, и поэтому капсула является антигеном. В составе капсулы, ребята, имеется полипептид. Кроме этого, в клеточной стенке этих бацилюсантроцис содержатся соматические антигены, это термостабильные полисахариды. И одним из факторов патогенности, являющийся самостоятельным антигеном, является токсин, то есть экзотоксин. В составе антигена микроба, вот здесь так хорошо указано, рост микроорганизма на кровяном агаре, и следует сказать, что микроб не обладает гемолитической активностью. То есть на мясопептонном кровяном агаре образует похожие на снежинки колонии без зоны гемолиза. Споры сибирской язвы, ребята, очень устойчивы во внешней среде. То есть если вегетативные формы лизируются через окончательный срок, это неделя, в невскрытом трупе, этого нельзя сказать о спорах возбудителя. То есть споры очень живучи во внешней среде и устойчивы из-за многослойных споровых оболочек. По некоторым данным, 50, даже 70 лет они могут переживать в почве и выжить. И по данным некоторых ученых, при благоприятных условиях, даже в почве вот эти споровые формы микробов могут обратно вегетировать. И следует сказать, что если вегетативные формы погибают мгновенно при кипячении, то есть они неустойчивы к высокой температуре, для того, чтобы вызвать гибель споровых форм микробов, требуется несколько часов, кипячение несколько часов. И самый надежный метод стерилизации – это автоклавирование. То есть при температуре 120 градусов они гибнут за 5-10 минут. И хорошими дезинфектантами для гибели микробов является 1% раствор формальдегида, 10% раствор геткого натра, 10% раствор хлорной извести. Лучший дезинфектант – это дезинфектанты с содержанием активного хлора. И, как я уже говорила, вегетативные формы высокой устойчивостью не обладают. В замороженном мясе бацилюс антрацис при температуре минус 15 градусов может сохранить свою жизнеспособность 15 дней, то есть примерно 2 недели. В засоленном мясе он остается 1,5 месяца. И в запаянных ампулах бульонной культуры могут жить 50, по некоторым данным, 80 лет и сохранять свою жизнеспособность. Патогенность этого микроба, ребята, связана с капсулой и экзотоксином. В составе экзотоксина имеется 3 фактора. Это летальный фактор, эдоматогенный фактор и протективный антиген. Именно на протективный антиген в зараженном организме образуются защитные антитела. Вот здесь О-антиген это соматический, К-антиген капсульный и протективный антиген, это белковый антитоксин. Он имеет выраженные иммуногенные свойства. Иммунитет. Переболевшие сибирской язвой животные, ребята, приобретают иммунитет. Образуется он по типу антитоксического. И этот иммунитет обусловлен, то есть вызван именно вот этим защитным протективным антигеном. И защитные антитела у больных животных обнаруживают с помощью реакции связывания комплимента, реакции диффуз-прецепитации и методом иммунофлиоресцирующих антител. У животных возникает довольно длительный и напряженный иммунитет. Клинические признаки сибирской язвы. Вот почему я говорила, что на азербайджанском языке болезнь называется Гарайара. На коже, это кожная форма болезни, образуется воспаленный участок, дно которого со временем чернее. То есть образуется черного цвета язвы на коже у людей. В области плеча, предплечья, лица, шеи и так далее образуются вот такие черные язвы. И после смерти животных, ребята, обычно кровь плохо свертывается, из естественных отверстий в животных вытекает кровенисто-пенистая жидкость. И такая вот почва, загрязненная вот этим отходом этой жидкостью, становится опасной. Эта зона является неблагополучной по сибирской язве. Что касается лабораторной диагностики этой болезни, для постановки диагноза в лабораторных условиях, ребята, в лабораторию отправляется патологический материал. Вскрывать трупы животных, павших от сибирской язвы, по ветеринарному законодательству запрещается. Это запрещено. Что же можно отправить в качестве патологического материала? Во-первых, при жизни животного можно приготовить толстый мазок крови на предметное стекло из вены уха. Обязательно вместо прокола сразу же прижигается. Или физическим способом, то есть металлическим предметом, или химическими веществами, допустим, пермагонатом калия. Зачем это делают? Кровь плохо свертывается, она течет достаточно вместо прокола, и на запах крови слетаются кровососущие насекомые. Одним из путей передачи этой инфекции – это трансмиссивный путь, то есть через кровососущих насекомых. Поэтому вместо прокола обязательно прижигается. Кроме этого, что еще можно отправить? После смерти можно отправить в лабораторию кусочек уха, перевязанный с двух сторон лигатурой. Ухо с той стороны, на которой животное упало. Если под рукой нет предметного стекла и так далее, можно взять кусочек угля, сахара, мела и пропитать вот этой кровянистой жидкостью, которая стекает из естественных отверстий в животного. Тоже можно отправить в лабораторию. В лаборатории диагноз ставится бактериологическим, сирологическим и аллергическим методами. Что касается бактериологии, то есть из присланного под материалом, да, если все-таки вскрытие произошло, то есть после смерти животного подозрения на сибирскую язву не возникло и животных вскрыли, только после этого можно отправить в лабораторию внутренние органы, лимфатические узлы или кровь и сердце. И обязательно при подозрении на сибирскую язву, вот это место, где вскрыли животное, обязательно должно дезинфицироваться по всем ветеринарно-санитарным правилам. Это нужно учесть. В лаборатории с присланного под материала готовят мазки, отпечатки, кляч-препараты, потом микроскопируют. Сначала окрашивают по методу Грамма, методам Ажешки и методам Михина или Романовского гимза для обнаружения вегетативных, споровых и капсульных форм этого микроба. Для получения чистой культуры делают посевы на соответствующие питательные среды. И постановкой биопробы, обычно на белых мышах, морских свинках или на кроликах, подтверждают патогенность выделенной чистой культуры Bacillus anthracis. И животное обычно погибает через 3 дня. Ребята, в природе существует очень много почвенных сапрофитов, антрокоиды они называются, похожих на Bacillus anthracis. И для того, чтобы различить, дифференцировать Bacillus anthracis от похожих на нее почвенных бацил, имеются тесты. Это главные и вспомогательные тесты, то есть основные и вспомогательные. К главным тестам относятся что? Во-первых, патогенность. То есть Bacillus anthracis патогенный, сапрофиты нет. Только из них Bacillus cereus и некоторые другие виды могут вызвать заболевания у лабораторных животных и аборты у сирхозживотных. Потом, тест жемчужного ожерелья. То есть антрокоиды этот тест не образуют. Они не образуют жемчужное ожерелье. Фаготипирование. Bacillus anthracis имеет своего специфического фага, то есть вируса. Обычно для фаготипирования Bacillus anthracis применяются бактериофаги, сибириазвенные бактериофаги из штамма К и гамма-ВФ. Значит, реакция сибириазвенной люминисцирующей сывороткой также относится к главным тестам. К вспомогательным тестам относятся что? Определение подвижности, то есть Bacillus anthracis неподвижный, антрокоиды подвижные микробы. Потом, гемолитическая активность, то есть, как я уже говорила, на кровяной сыворотке зоны гемолиза Bacillus anthracis не образуют. Похожие на нее антрокоиды, то есть сенная палочка Bacillus subtilis, потом картофельная палочка Bacillus mesentericus, капустная палочка, megaterium, потом имеется грибовидная Bacillus micoides. Это сапрофиты, антрокоиды, похожие внешне морфологически на этот микроб. Они, значит, являются подвижными микроорганизмами. И окончательно дифференциацию можно провести с помощью реакции, значит, прецепитации. И здесь указан тест-феномен жемчужного ожерелья. То есть, мясопептонный агар добавляют 0,5 и 0,005 единиц пенициллина в 1 мл среды и одну среду оставляют для контроля. Тест жемчужного ожерелья. Реакция прецепитации, ребята, для определения сибириазвенного антигена используется реакция, значит, прецепитации, кольцевой прецепитации или реакция Асколи ее называют. Ее предложил в 1910 году итальянский ученый Асколи и названа эта реакция по его фамилии. Сибириазвенный антиген, ребята, является термоустойчивым и устойчивым к гниению. И обычно эта реакция применяется для определения сибириазвенного антигена в гниющем материале, в кожевином меховом сырье и так далее. Реакция очень проста. Мы с вами пройдем также на лаборатории. То есть в узкие пробирки у лингута добавляют сначала сыворотку, противосибириазвенную сыворотку, это известный компонент. Потом осторожно по стенке пробирки, которую нужно держать вертикально, по каплям наслаивают антиген, приготовленный из присланного патологического материала. И буквально через 1-2 минут на границе двух жидкостей образуется вот такое серовато-белое кольцо прецепитации. Реакция положительна. Происходит это из-за того, что антитела, которые мы добавили, которые содержатся в сыворотке, они вступают в реакцию, то есть связываются, образуют прецепитат с антигеном, который мы приготовили. И они образуют иммунный комплекс, который визуально виден в виде серовато-белого кольца на границе двух жидкостей. И характерной под анатомической картиной является также увеличение селезенки, спленомегалия называется. Она бывает дегтеобразная, то есть похожа на деготь, мазотокшир. Та же самая картина, ребята, наблюдается из крови, то есть кровь становится очень плотной, она становится вязкой, очень вязкой. Это является характерной особенностью, под анатомической особенностью при сибирской язве. Для постановки кожно-аллергических проб, ребята, используется антроксин, аллерген. Обычно аллергическая диагностика сибирской язвы применяется у людей и у свиней. То есть из сибириазованного микроба готовят аллерген, антроксин и вводят его в количестве 0,1 мл внутрь кожи. У людей в ладонной поверхности нижней третьей предплечья, у свиней обычно вводят в область шеи или лучше всего наружной поверхности ушной раковины. И учет проводится через 2-3 суток. Если на месте введения аллергена возникает инфильтрат, то есть воспалительный участок, и гиперемия размером не меньше 16 мм, реакция считается положительной. То есть животное или человек считается зараженным сибирской язвой. Обычно, как я уже говорила, он применяется у свиней и у людей. Также аллергическая реакция, аллергическая проба может применяться для оценки иммунитета и для прижизненной диагностики у лошадей крупного и мелкого рогатого скота. Значит, что касается, ребята, профилактики и лечения. Сибирская язва лечится. Средства специфической терапии сибирской язвы это что? Это антибиотики пенициллинного и тетрациклинового ряда, стрептамицинового ряда антибиотики, и также глобулины. Или противосибирьязвенная сыворотка, лошадиная сыворотка. Или глобулин, специфический глобулин. И хороший эффект оказывает, лечебный эффект оказывает, если своевременно применить это лечение и одновременно ввести антибиотики и глобулины. Если первые сутки, в течение первых суток лечение не дает эффекта, следует дозу повторить, вернее, следует повторить, значит, еще развести антибиотики и глобулины. И что касается средств специфической профилактики сибирской язвы, ребята, как я уже говорила, в Цинковске была разработана вакцина, противосибиреязвенная вакцина первого и второго типов, которую использовалась в течение 70 лет. Затем в Санитарно-техническом институте была приготовлена вакцина, живая вакцина противосибиреязвенная СТИ, то есть по названию института, который его разработал, СТИ, вакцина СТИ. В настоящее время для активной профилактики сибирской язвы также применяется живая вакцина из штамма номер 55 и вакцина УниВак, которые, эти вакцины, ребята, создают длительный напряженный иммунитет, значит, сроком до полтора лет, то есть в течение 18 месяцев. Так, и здесь также перечислены вакцины, которые применяются в настоящее время за Убежом и у нас в стране для активной профилактики сибирской язвы. Живая вакцина приготовлена из бескапсульного штамма Bacillus anthracis, то есть Non-Encapsulated Life Culture, приготовлена из живой бескапсульной культуры Bacillus anthracis. Так, и также в настоящее время одним из методов, современных методов диагностики, ребята, является также ПЦР-диагностика и также применяется симптоматическое лечение, то есть кофеин, глюкоза, внутривенные вливания и т.д. и т.п. Следующее заболевание – это туберкулез, вернее, возбудитель туберкулеза. Ребята, туберкулез – это хроническое заболевание, инфекционное заболевание, болеют домашние животные, дикие животные, птицы и также человек. Хроническое заболевание характеризуется образованием во внутренних органах характерных туберкулезных узелков, или их называют туберкулы, склонных к некротическому, к азиозному или творожистому распаду, то есть образуются во внутренних органах при туберкулезе узелки, внутри которых имеется творожистая масса. Это мертвые клетки. Старое название этой болезни, ребята, чахотка, то есть в быту эта болезнь иногда еще называется чахоткой. Возбудитель болезни относится к семейству микобактериации, роду микобактериум. Почему мико? Вы знаете, что мико означает грибы, то есть во внешней среде, ребята, и в лабораторных культурах эти микробы разветвляются. На концах и образуются колбы, вздутия. И вот это разветвление, они иногда соединяются в этой ветке между собой, напоминают нити грибницы. И поэтому вот это свойство сближает микобактерии с актиномицетами, то есть с лучистыми грибами. В природе имеется очень много апатогенов, то есть сопрофитных форм микобактерий. И в патологии сирхозживотных и людей имеют определенное значение возбудители туберкулеза, паратуберкулеза. Потом микобактерии вызывают у людей лепру или проказы называются, прокаженные люди, наверное, слышали. Это тоже возбудитель относится к этой болезни, также относится к микобактериям. Болезнь, возбудитель был открыт в 1882 году Робертом Кохом. И также первый аллерген, туберкулез, также был разработан и приготовлен немецким ученым Робертом Кохом. Имеется несколько патогенных видов микобактерий. И в патологии сирхозживотных, птиц и людей определенное значение имеют микобактериум туберкулезис, или гуманум его называют, человеческий тип, микобактериум бовис, это бычий тип, и микобактериум авиум, птичий тип. И африканус выделено в странах Африки, лепра это возбудитель проказа, мы в ветеринарной микробиологии эти микробы не проходим. И приставка мико, как я уже говорила, имеет двойное значение. Это обозначает грибы и воск. Почему воск? Ребята, клеточная стенка этих бактерий пропитана воскоподобным веществом, фтионовыми кислотами, миколовыми кислотами. И поэтому эти микробы относятся к кислотам, спиртам, щелочеустойчивым микробам. Что касается морфологии этих микроорганизмов. Это крупные, извиняюсь, это грамм положительные палочки. Размеры их имеются видовые различия. Более толстая, короткая, это бычьего типа. Более тонкая, человеческого типа. Более короткая, это микобактерии птичьего типа, микобактериум авиум. И из-за наличия вот этих фтионовых, миколовых, парафиновых соединений в клеточной стенке, эти микробы являются гидрофобными. То есть они что делают? Они отталкивают водные растворы красок. Очень плохо и длительно они окрашиваются по грамму, грамм положительно. Поэтому для выявления, для окраски этих микробов требуются специальные сложные методы окраски, в том числе методы окраски по методу Цель Нильсона. Что касается других особенностей этого микроба, является неподвижным. Спор и капсул не образуют. По методу Цель Нильсона, да, и в цитоплазме этих бактерий, ребята, хорошо видна зернистость. Называется зерна муха. И под микроскопом обычно патогены микобактерий, они соединяются пучками, они срастаются. Расположены в виде косичек или хорт, или корт. Поэтому вот этот фактор называется корт-фактором. Корт-фактор является фактором патогенности микобактерий. И метод Цель Нильсона, специальный метод окраски, назван по фамилии авторов, то есть немецких микробиологов Цели и патолога Анатона Нильсона, который разработали в конце 19 века. По этому методу на мазок кладут, фиксированный мазок кладут чистую фильтровальную бумагу, наливают карболовый раствор фуксина и подогревают. После этого добавляют кислоты. Можно серную кислоту, чаще всего применяется серная кислота, 5%. 25% азотная кислота может применяться. Потом соляная кислота может применяться. То есть эта кислота что делает? Обесцвечивает микробы, которые были вместе с микобактериями. Но из-за того, что микобактерии кислотустойчивые, они отталкивают серную кислоту и не обесцвечиваются. Дополнительно мазок окрашивают метиленовой синькой или молокитовой зеленью. И посторонние другие микробы окрашиваются в синий или в зеленый цвет, а микобактерии окрашиваются вот такой красный цвет фуксина. То есть на синевато-голубоватом или зеленоватом фоне хорошо видны ярко-красно окрашенные микобактерии. И здесь также приведены, ребята, мостик, значит, кюветы для окраски, значит, микобактерии. Спиртовка, то есть метод окраски, значит, по цель несу, на добавление вот этих красок и так далее. Культуральные особенности, ребята. Микроорганизм является требовательным микроорганизмом, вернее, возбудителем туберкулеза. Они требовательны глицерину, они являются глицеринофилами. И поэтому они хорошо растут на обычных средах с добавлением глицерина. То есть растут в мясопептонном бульоне с глицерином, мясопептонно-глицериновом агаре. И также они хорошо растут на специальных или элективных, их называют, избирательных питательных средах. Это среда Петрыняни, среда Левенштейна и Енсена. Также они хорошо растут на синтетических безбелковых средах. Это Дорсена, Маделя, Котена и так далее. Следует сказать, что, ребята, являются по типу дыхания строгими аэробами. То есть в анаэробных условиях эти микробы не растут. Наверное, поэтому чаще всего эти микробы поражают именно верхние дыхательные пути и легкие, так как у них высокая требовательность к молекулярному кислороду. Так, что я еще должна была сказать? Так, эти микробы, ребята, в лабораторных условиях длительное время культивируются. Самый быстрый рост появляется у микобактерий птичьего вида на 7-10 день. Микобактерии человеческого типа, они растут максимально через 2 месяца. То есть через 60 дней. Микобактерии бычьего типа могут дать рост буквально через 3 месяца, то есть на 90-й день. То есть довольно длительные способности микробы расти на искусственных питательных средах. Кроме того, эти микробы хорошо растут на яичных средах, на средах, картофельных средах с добавлением глицерина и так далее. Образуют обычно S и R формы колонии. На среде Ливенштейна и Енсена образуют такие сухие, крошковатые колонии. Вот видите, среда Ливенштейна и Енсена. Здесь имеется в составе крахмал, яйца, потом... И обязательно добавляют, значит, краску, малахитовую зелень или генциан-виолет. То есть из-за наличия в составе этих сред красок посторонние микробы на этих средах не будут расти, они погибнут, будут расти только микобактерии, так как они являются кислотой, спиртом, щелочью устойчивыми микроорганизмами. Факторами патогенности микобактерии, ребята, являются, во-первых, воскоподобные, то есть встионовые миколовые кислоты, парафиновые кислоты в составе клеточной стенки. И фактором патогенности также является кортфактор, который разрушает, обладает антифагоцитарным действием, он разрушает митохондрии клеток, то есть нормальных здоровых клеток, и тем самым нарушает функции дыхания нормальных клеток. Функции кортфактора это что? Токсическое действие на ткани, то есть он отравляет организм, защищает от фагоцитоза микробы, то есть обладает антифагоцитарным действием и также подавляет миграцию лейкоцитов, то есть останавливает фагоциты, вернее задерживает хемотаксис фагоцитов, лейкоцитов на месте поражения ткани и так далее. Что касается лабораторной диагностики, ребята, в качестве патологического материала прижизненно, обычно отправляют в лабораторию мокроту. Это хроническая инфекция, клинические симптомы туберкулеза, они не характерны, то есть это что? Длительное течение, во-первых, может быть лихорадка, потом что? Сухой кашель, исхудание, потом размягчение костей и так далее. То есть это нехарактерные клинические симптомы. И прижизненно в лабораторию обычно отправляются при кашле мокрота. Если это дойное животное, можно отправить молоко. Потом посмертно или после вынужденного убоя в лабораторию отправляют что? Внутренние органы и лимфатические узлы, в которых имеется поражение, то есть туберкулы. И в лаборатории что делают? Проводят бактериологический анализ, то есть готовят мазки, микроскопируют, делают пассивно-питательные среды для получения чистой культуры и заражают лабораторных животных, то есть морских свинок, кроликов и птиц. Биопроба также применяется для видовой идентификации микобактерий внутри рода, то есть для определения вида микобактерий. Кроме этого, ребята, применяется кроме бактериологического и сирологический метод. Чаще всего применяется реакция связывания комплимента. Потом реакция гемагглюцинации может применяться. Но практически сирологический метод диагностики туберкулеза не нашел широкого применения. Одним из самых ценных методов при жизненной диагностике туберкулеза является аллергическая проба. Наверное, всем вам в детстве делали туберкулиновую пробу, то есть в области предплечья внутрикожно вводили в очень малых дозах тонкой иглой аллерген. И говорили, что нельзя, чтобы вместо укола, вместо инъекции попала вода. Это реакция МАНТУ, туберкулиновая проба МАНТУ по фамилии ученого, который его предложил. Проводится у людей. Тем не менее, аллергический метод диагностики туберкулеза впервые была разработана Робертом Кухом и в настоящее время применяется и до сих пор. И здесь указаны схемы исследования подматериала на туберкулез, то есть то, что я вам уже рассказывала. Бактериологический метод, да, аллергический метод диагностики, ребята. У крупных животных, чаще всего лошадей, и иногда у крупного рогатого скота может применяться офтальмопроба. То есть аллерген глазной пипеткой капает на слизистую глаза, на конъюнктиву. В случае, если животное заражено туберкулезом, происходит гнойный конъюнктивит, то есть изглазь течет, гнойное истечение. Чаще всего применяется внутрикожная постановка этой пробы, то есть аллерген вводится именно внутрь кожи. Если животное заражено туберкулезом, на месте инъекции кожа становится утолщенной. И специальным инструментом-кутиметром измеряют толщину кожной складки у больного животного. Положительная реакция на туберкулез, офтальмопроба у крупного рогатого скота. И реально, практически измерение кутиметром толщины кожной складки. И в качестве аллергена, ребята, применяется очищенный туберкулин, ППД для млекопитающих, и ППД для птиц и для свиней он применяется. И здесь также, то есть, протеин, то есть, пурефит, протеин, дериват, ППД, туберкулин для аллергической диагностики туберкулеза применяется. В наших хозяйствах также применяется. И здесь симптомы болезни, то, что я рассказала вам. Животное обычно худеет, наблюдается кашель. И вот поверхностные лимфатические узлы, а у дойных животных, особенно надвоменные лимфатические узлы, увеличивается. Значит, туберкулезное животное, видите, крайнее истощение и исхудание, а это туберкулезные очаги, туберкулы во внутренних органах. Ребята, лечение туберкулезных животных не проводится. То есть, по ветеринарному законодательству туберкулезных животных обязательно отправляют на ветеринарный, вернее, на санитарный убой. Лечить таких животных запрещается. И в медицине для активной профилактики туберкулеза среди людей применяется БЦЖ-вакцина. Это живая вакцина. Обычно применяется она, значит, вводится внутримышечно в области предплечья. В настоящее время, ребята, вот эта вакцина в нашей стране для активной профилактики туберкулеза не используется. Она используется только для вакцинации пушных зверей. За рубежом вакцина БТЖ используется также для вакцинации крупного рогатого скота. И последнее – это возбудитель бруцеллеза, бруцеллы. Возбудитель был впервые выделен Брюсом в 1886 году. И в честь Брюса возбудитель был назван бруцеллезом, заболеванием бруцеллезом. Азербайджан – это хроническое заболевание. Характеризуется чем? Во-первых, поражением половых органов, то есть органов, репродуктивных органов, абортами, выкидышами. Потом бруцеллез характеризуется задержанием последа. Эндометритами, метритами, вагенитами, архитами, воспалением семенников. Потом артритами, воспалением суставов. Лихорадкой, газдерма, высокой температурой. Бурситами в области холки, воспалением связок затылочного сустава. У человека болезнь характеризуется лихорадкой, поражением суставов, печени, внутренних органов. И следует сказать, что, ребята, человек обычно заражается алиментарным путем, то есть при употреблении продуктов животного происхождения, продуктов питания, которые были загрязнены бруцеллами. И патогенные бруцеллы, они в первую очередь заселяют органы ретикулоэндоцелляльной системы, то есть органы, которые богаты РЭС, ретикулоэндоцелляльной системы. Печень, селезенка, лимфатические узлы, суставы и так далее. И по фамилии автора, в 1887 году, в честь него возбудитель был назван бруцеллами. Что касается морфологии, это мелкие микробы, грамм отрицательны, неподвижны, спор не образуют. Некоторые патогенные штаммы могут образовать нежную капсулу. По типу дыхания бруцеллы являются аэробами, по некоторым данным они факультативные анаэробы. И среди бруцелл, ребята, имеются типы или виды, которые являются микроаэрофилами, например, бруцелла абортус. И для окраски бруцелл применяется специальный метод окраски по козловскому или по стампу. Значит, здесь грамм отрицательные микробы под микроскопом хорошо видны и окраска по козловскому. Бруцеллы окрашиваются в красный цвет, остальные микроорганизмы в синий или в зеленый цвет. И здесь, ребята, перечислены основные шесть видов рода бруцелл, которые вызывают заболевания. Это бруцелла мелитензис. Кстати, наиболее часто этим видом заражается человек. Потом, этим типом также заражаются мелкие рогатые скоты. Бруцелла абортус, бруцелла суис, заражаются в основном свиньи, северные олени, зайцы. Бруцелла овис вызывает эффекционный эпидидемид у баранов, основным хозяином является овца. Бруцелла неотомия болеет, грызуны. И бруцелла канис, основным хозяином является собака. Кроме них, ребята, имеется в настоящее время изучено до 20 видов патогенных бруцелл, которые заражают также бруцеллезом, вызывают бруцеллез у морских млекопитающих. И здесь перечислена окраска бруцелл по способу козловского. То есть на фиксированный мазок добавляют свежеприготовленный горячий раствор сафронина, подогревают или фуксина, подогревают. Потом ждут 5-7 минут, смывают и добавляют малахитовую зелень или метиленовую синьку. Бруцелла окрашиваются в красный, другие микробы в синий или в зеленый цвет. И перечислена методика окраски по грамму. По культуральным свойствам, ребята, эти микробы прихотливы к питательным средам, растут довольно длительно, примерно через месяц-два месяца они дают, значит, обнаруживаться их рост. И они требовательны к питательным средам, и в питательные среды необходимо добавить печеночный бульон и глюкозу. Также применяются специальные среды, например, шоколадный агар или среда козловского, для получения чистых культур и для, значит, выделения, значит, патогенных бруцелл из смеси микробов, посторонних микробов. И, как я уже говорила, бруцелла абортуз образует 5-10% углекислого газа. Требует, вернее, в среде 5-10% углекислого газа и меньше 1% кислорода. В жидких средах микроб образует равномерное помутнение, а на плотных питательных средах образуют С, М и Р формы колонии. Здесь культуральные особенности микробов перечислены, то есть мясопептонный печеночный глюкозоглицериновый агар, мясопептонно-печеночный глюкозоглицериновый бульон и другие среды. Значит, культуральные свойства микробов здесь перечислены. Так, на кровяном агаре и на селективном агаре бруцелла образуют вот такие характерные С-колонии. По биохимическим свойствам, ребята, они отличаются. И биохимические особенности микробов используются для дифференциации, внутриродственной дифференциации микробов. Так как, например, для бруцелла абортуз характерно образование H2S, сероводорода, но может и не образовать. Бруцелла милитензис, сероводород не образует, бруцелла суис образует и так далее. Антигенные свойства. Значит, микроб имеет О-антиген, то есть соматический антиген, граммоотрицательный микроб, липополисахаридный комплекс. Бруцеллы спор не образуют. Тем не менее, в окружающей среде они довольно устойчивые, неподвижные. При низких температурах они могут сохраняться 4-5 месяцев, в масле 67 суток, в мороженом мясе 60 суток. И, как нам говорили, обычно для того, чтобы вызвать гибель бруцелл, нужно вот этот сыр, молодой сыр, держать в концентрированном соляном растворе не меньше 30%, не меньше 2 месяцев. То есть 60 дней вы должны держать, чтобы вызвать гибель этих микробов. И хорошими дезинфектантами являются 1,3% фенол, 1,2% формалин, 5% свежегошенная известь убивает эти микробы через 2 часа. Факторами патогенности, то есть то, чем этот микроб вызывает болезнь, это что? Эндотоксин, расположенный в клеточной стенке, то есть это что? Это липополисахаридный комплекс. Потом фермент гиалуронидаза, который разрушает гиалуроновую кислоту, и белки наружной мембраны, они обуславливают адгезивную активность, то есть обеспечивают прилипание бруцелл к чувствительным клеткам. Что касается клинических симптомов, как я уже говорила, наиболее такой первый симптом это что? Это аборты, то есть выкидыши. Выкидыши бывают обычно всего один раз в последних месяцах беременности у животных. Бурситы у, значит, буйволов, потом архиты у мелкого рогатого скота, артриты, то есть воспаление суставов, потом выкидыши, вот здесь указано выкидыши на последних месяцах стельности и так далее. В лабораторию при диагностике отправляют что? Абортированный плод, кровь, молоко, потом загрязненную почву, подстилку, карман, а после санитарного убоя, почему я говорю убоя, потому что эта болезнь не вызывает смерти животных, после санитарного убоя что? Кусочки внутренних органов, паренхематозных органов, лимфатические узлы и так далее. В лаборатории делают что? Бактериологический анализ, то есть из патматериала готовят препараты, окрашивают, микроскопируют, делают посев на питательные среды и биопробы заражают обычно морских свинок, которых предварительно проверяют по реакции агглюцинации. И здесь перечислены, ребята, под материал, который отправляют в лабораторию, в том числе и сперму. От самцов отбирают и направляют в лабораторию. Так, кроме бактериологического метода, ребята, применяется иммунологическая, то есть сирологическая диагностика бруцеллеза. Используют что? Реакцию связывания комплимента. Потом реакцию длительного связывания комплимента. Реакция агглюцинации. Разные модификации этой реакции. В том числе Росбенгальную пробу применяют. Реакцию Райта применяют пробирочным методом. Капельный метод реакции агглюцинации. Реакция Хеддельсона называется. Потом кольцевая реакция с молоком применяется. И ограничиваться результатом всего одной сирологической реакции при бруцеллезе нельзя. И также проводится аллергическая диагностика. Здесь указана капельная реакция, реакция Хеддельсона. То есть при положительной реакции образуются вот такие характерные хлопья. Здесь отрицательная, здесь положительная реакция. И для этих целей, ребята, применяется единый бруцеллезный антиген или диагностику для реакции Хеддельсона. И здесь реакция связывания комплимента. Первая пробирка – положительная реакция. Четвертая пробирка – отрицательная, вернее, сомнительная реакция на бруцеллез. И кроме того, имеются вот такие реагенты, диагностикумы для кольцевой реакции с молоком. Росбенгальная проба. Здесь есть ли гомогенная мутная взвесь, реакция отрицательная. Вот такие хлопья, зернистые хлопья, реакция положительная. И кольцевая реакция с молоком. Если, значит, синий столбик молока, в который добавили бруцеллезный антиген, обесцвечивается, а на поверхности образуется вот такое синее кольцо, значит, животное заражено бруцеллезом. Это довольно простые реакции, то есть они просты в постановке. И подробно мы с вами пройдем на наших лабораторных занятиях. И здесь указаны сыворотки и антигены для постановки вот этих реакций. И аллергическая реакция, ребята, применяется внутрикожная аллергическая проба. Применяются аллергены бруцеллин, ВИЭВ, потом бруцеллезат, бруцеллогидролизат и абортин. То есть следующие вот эти аллергены. Что касается лечения. Лечение бруцеллезных животных не проводится. Таких животных, выявленных бруцеллезных животных, отправляют на санитарный убой. И разработаны, ребята, вакцины, живые вакцины для специфической профилактики бруцеллеза среди сельхозживотных. В том числе вакцина, приготовленная из штамма бруцелла абортус номер 82. Потом вакцина из штамма номер 19. Вакцина РЕВ применяется для специфической профилактики бруцеллеза среди мелкого рогатого скота. И также применяется вакцина, которая применяется бруцевак. Ее применяют на слизистую оболочку глаза, то есть на конъюнктиву у мелкого рогатого скота. Специфическая профилактика, то есть эти вакцины создают довольно напряженный длительный иммунитет среди сельхозживотных. Но имеют также ряд недостатков, в том числе вакцины из штамма номер 82. После вакцинации в крови животных длительное время сохраняются противобруцеллезные специфические антитела. И поэтому при сирологической диагностике вот таких вакцинированных животных выявляются вот эти антитела. Реакция бывает положительна. Это затрудняет сирологическую диагностику и приводит к тому, что можно поставить ошибочный диагноз. То есть вот эти моменты, ребята, обязательно вам, как будущим зоотехникам, необходимо обязательно учесть. Я надеюсь, что все вопросы, которые мы с вами должны были сегодня разбирать, я успела. Если есть вопросы, пожалуйста, я слушаю. Спасибо.